Наконец-то этот день настал! И сейчас я еду в автосалон высокого класса за новенькой ламбой. Но прежде я пробежал несколько заправок и о чудо, я нашел канистру, так как в нашем гольфе не было топлива. И заправил нашу малышку полный бак. Заходите на индиго и вводите промокод хештеклмайк и получите от меня бонус. К сожалению, тут меня ждало большое разочарование. Ламб это в наличии нету! Придется подавать объявление о покупке. И за разом покупаем улучшение вип-объявления за 50 тысяч. А пока давайте займемся другими делами. Первым делом давайте уже наконец-то нарядим нашу елку вторым уровнем, чтобы получить награды. Захожу в мини-игру кража подарков. И вы только посмотрите, насколько неуправляемая машина у Деда Мороза. Спустя тысячу попыток догнать вора я сдаюсь и просто выхожу из мини-игры. Я заметил, что так делают многие, когда выпадает роль Деда Мороза. Шанс выиграть за Деда один на миллион. Мне 8 раз подряд выпадала игра за Деда Мороза. И неужели мне выпадает роль вора? Не проходит и двух минут, как Деды Морозы тоже ливают из игры. И мы автоматом выигрываем. Машина вора имеет хорошее управление, а значит нам нужно максимально манси. Заезжать во всякие закоулки и на большой скорости делать резкие повороты. Тогда-то у Деда знатно сгорит и он сольется. Спустя еще 5 попыток мне выпадает вор. И вот вам наглядный пример того, как подорвать пукан Деду Морозу. Делаем резкие повороты и желательно на большой скорости, чтобы Дед в погоне уходил в неуправляемый занос. В общем я сдаюсь, фармить новогодние подарки сейчас очень трудно. Я заработал 30 тысяч и 6 новогодних подарков. Скрафтил две игрушки второго уровня и на этом все. Как-то я позабыл про Блэк Пасс, в котором нехилые награды. Выполнил самые легкие задания по типу зайти в банк. И есть два задания, в котором нужно поиграть в казино. Погнали туда. Первой же ставкой рискую и ставлю 500 тысяч. У меня 17 очков, а у дилера конечно же Блэк Джек 21. Ставлю еще 500 тысяч рублей. И снова история повторяется. У меня 17, а у Бота 21. Но что за подкрутка? Тут у меня уже начинается азар. Ставлю еще 500 тысяч и, о чудо, мы затащили плюс 500к. Делаю ставку еще раз. У Бота перебор и я снова выигрываю 500к. Сейчас у меня началась белая полоса. Ставим еще. У меня плохие карты, всего 16 очков. Но у Бота снова перебор, еще плюс 500к. Теперь-то точно валим отсюда, так как я уверен, что дальше будет слив. Я забыл про Блэк Пасс, там в задании еще нужно поиграть в кости. Подхожу к первому столику и делаю ставку в 200 тысяч. И мы выигрываем, еще и выполняем задание. Это просто жесть, мне невероятно везет. На счету у меня уже 21 миллион 774 тысячи. Время сейчас почти утра, мое объявление о покупке ламбы до сих пор не проверили. Каждый час в 15 минут раз в день на Блэк Раше пополняются автосалоны. Я решаю, что мне повезет, как и в казино, и я словлю ламбу. Спустя время я не выдерживаю и захожу на основной аккаунт. Встречаю сразу же двух подписчиков и даю им по 50 тысяч рублей. Пишу в вип-чат, что куплю ламбу, но ни у кого ее нет. Встретил игрока на ламбе и уже обрадовался, но это оказался Хуракан, а не Авинтадор. Они просто очень похожи. Служу еще в вип-чат, что куплю ламбу, но никто ее не продает. Захожу на следующий день на часах 11.22. И да, друзья, автосалон пополнился двумя ламбами. Вы бы только знали, как я обрадовался. Настал этот момент. Выбираю желтую ламбу на черных дисках и покупаем. О да, какая же она все-таки прекрасная. И осознание того, что мы вместе с вами достигли ее без какой-то помощи и доната, делает еще прекраснее. Итого на покупку ламбы у нас ушло 48 серий. За эти серии мы с вами прошли многое. Боль, радость, разочарование, но все-таки достигли нашу цель. Спасибо огромное, что смотрите меня и поддерживаете. Вы моя мотивация делать видео и стараться делать их более качественнее и интереснее. Не расстраивайтесь, путь продолжится уже в новом году, но уже с новой целью. Всех с наступающим новым годом и желаю главное здоровья и каждому достигать поставленных целей, не только в игре, но и в жизни.